МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Применяют полученные знания на практике. Успешное здоровое лидерство, основанное на слове, залог роста церквей, утверждение в истине новообращенных и способность передавать Евангелие смело и с дерзновением, убеждены спикеры форума. Очень много людей, у которых душа имеет трудности и тяжести внутри. Также это встречается и среди служителей. На миссии мы учим о живом слове, о живом Боге, о живом Иисусе. На этих семинарах мы помогаем им понять душу Бога, поверить в то, что Христос полностью искупил всякий грех. Такое общение очень полезно, поскольку здесь мы делимся знаниями и учимся понимать Слово Божие. В преддверии выступления международного хора и оркестра Грассиас, один из спикеров, пастор Ли Хангю, поделился словом об истинном смысле Пасхи, смерти и воскресении Иисуса Христа. Во многом его послание направлено к молодежи, к тем, которые лишь в начале своего пути. Достаточно сделать один шаг в послушании Богу, поступать по слову, и вы увидите, как действует Бог, считает пастор. Многие люди до сих пор живут под грехом. Мы хотим уберечь молодежь от серьезных проблем наркомании и алкоголизма. Но мы хотим, чтобы молодежь в России жила Евангелием, чтобы они проповедовали Слово Живого Бога. И я верю, что они по сердцу Иисуса Христа станут величайшими лидерами завтрашнего дня. Большая работа в этом направлении уже проводится. Многие молодые люди, проходя волонтерский год, получают бесценные опыты и знания, заводят новых друзей и начинают жить служением и Евангелием. Чем больше узнаешь вкус Живого Бога, тем интереснее жить. И пока мы молодые, у нас есть много силы, и куда мы вкладываем эту силу, мы можем потом видеть результат. Если вложить эту силу просто в этот мир, это все заканчивается и не имеет никакого смысла. Но когда мы вкладываем это в Живое Евангелие, и потом видим, как другие люди меняются, то это наполняет тебя, это дает настоящую радость. И правда, когда мы живем ради других, мы по-настоящему счастливы. Я из города Санкт-Петербург, и это моя первая конференция. На самом деле, поначалу, когда я только начал ходить в церковь, я не до конца понимал, что это такое. Но на конференции мне открыли глаза полностью о том, что Иисус, правда, жив, о том, что Он искупляет наши грехи. Во время майнд-лекций, которые также включены в программу форума, как молодые люди, так и состоявшиеся служители проходят уникальные тренинги, которые способствуют обновлению разума, помогают выявить внутренние проблемы души и найти пути их решения. Через общение, через слово, да, я услышала, что Господь, если Господу все поручить, если поручить все в Его руки, тогда Он все прекрасным образом совершит. И, да, только что давал интервью как раз член нашей команды танцевальной, и вот вчера он получил спасение на пасхальной контакте. Поэтому тоже я могла увидеть, как Господь действует. Вообще, вне зависимости от того, я переживаю за человека или нет, хочу я чего-то или нет, у Господа есть свои планы, и Он обязательно их совершает. Всероссийская библейская конференция продолжается и охватывает уже несколько городов России. Семочная группа нашего телеканала находится в Воронеже, где также с успехом проходит форум христианских лидеров СЛФ. За последние пару лет более 80 тысяч епископов, пасторов и христианских лидеров приняли участие в рамках программы форума и получили большой духовный опыт и прорыв для своего служения. Для многих служителей такие встречи являются определяющими в направлении совместного служения. Многие люди верят в Иисуса, но где-то как-то в душе остается незавершенный вопрос. Поэтому, ходя в церковь, многие мучаются, но через такую конференцию для пасторов, для служителей, когда они сами тоже яснее становятся, они могут делясь, общаться, передать своим братьям, сестрам и многим людям эту простую, ясную, совершенную истину, то, что Иисус Христ уже совершил 2000 лет тому назад. Участники отмечают, что сегодня важно не избегать межцерковного общения друг с другом, а напротив, выстраивать продуктивный диалог, исполняя дело благовестия. Собираясь вместе, мы забываем немножко о земной суете и больше начинаем размышлять о духовном, обмениваться опытом, вместе молиться друг за друга. Это важно, это прославляет нашего Господа. Знаменитый хор «Грасис» в рамках программы форума подарил участникам представление под названием «Пасхальная кантата», которое покорило сердца служителей во всем мире. Грандиозное музыкально-театральное действие посвящено главному христианскому празднику – Пасхе. Классические арии и современные технологии прекрасно соседствуют друг с другом, делая это произведение захватывающим театрализованным действом. Вечная история, которая изменила этот мир, оживает на наших глазах. Ангельские голоса этих корейских хористов, конечно, это ни с чем не сравнимо. Очень нежное, красивое пение, очень правильное. Оркестр потряс душу тогда, когда это были моменты особые, когда было само воскресенье, когда было возложение его на крест. Я давно христианка, я не смогла удержать слов, понимая то волнение, которое они вызвали в моей душе. Я давно тоже являюсь вершим человеком. И вот какой-то трепет такой появился после вот этого представления, особенно после момента воскресенья, я сидела и думала, интересно, как я теперь буду жить с этим чувством. Может быть, как бы оно пройдет, потому что суета, заботы, но было такое волнение, даже какой-то такой страх, трепет перед величием всемогущего Бога. Выступление хора «Грасия» завершилось теплым приветственным словом, которым поделился пастор Оксупак, говоря о безусловной любви, которая даром дается каждому человеку по вере. Любовь Христова всех нас объемлет, Бог всех нас любит, а мы иногда не вмещаем друг в друга. И эта болезнь, эта проблема, это говорит о том, о нашем маловерии, о нашем маловерии. Если мы очень любили Христа, то мы бы любили и друг друга. Иисус так и говорит, что кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И заповедь Его, Он говорит, она не тяжкая, эта заповедь, когда мы любим друг друга, нам хорошо жить, и с нами хорошо жить. Ну вот у меня такие размышления, и то, что мы сейчас увидели, оно стало возможным благодаря вот этому единению церквей, который объединяет Оксупак. Третий день библейской конференции завершился концертной программой хора «Грасия», с которой артисты подарили жителям города. В программе прозвучали арии и музыкальные зарисовки из оперверди, корейские народные песни, а также мелодии из популярных фильмов. Хор несет в своих выступлениях любовь, мир и чувство глубокой признательности творцу. Все это находит отклик в сердцах слушателей по всему миру, побуждая становиться лучше каждый день, изменяя свое сердце. На концерте хора «Грасия» я впервые была. Я переполняю сейчас эмоции, потому что хор на самом деле не очень большой, но они с таким воодушевлением это все исполняют, что хочется, чтобы они приезжали к нам еще много-много раз, и спасибо им огромное, что они посетили наш город. Я хотел бы сказать большое спасибо всему коллективу. Видно, что был проделан очень титанический труд, и старание, и стремление, и желание передать состояние души через музыку, через слова. Мне кажется, это очень удачная форма такого свидетельства о Христе, очень ненавязчивая, но в то же время достаточно убедительная. Мне радостно, что этот концерт на таком высоком уровне собрал многих людей, что вот это слово господина Пака, оно является импульсом для собирания живых сил, собирания всего такого доброго и хорошего, в чем очень нуждается наш народ сейчас. Всероссийская библейская конференция, проводимая миссией Good News, во многом способствует налаживанию межконфессиональных связей, когда на второй план уходят споры и разделения во имя главной и высшей цели. Всероссийская библейская конференция и форум CLF являются открытой площадкой для обмена опытом и начала взаимодействия между церквями. Многолетний опыт работы этого проекта в других странах мира показывает, что, сохраняя единство и опираясь на Слово Божье, мы можем в полноте исполнить то поручение, которое Христос верил всем нам. Анна Федорова, Егор Козлов, Новости ТБН, Воронеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова